добрый день дорогие друзья и сегодня мы поговорим еще об одной шикарной теме последнее время мне звонят очень часто во первых с просьбой посоветовать услуги с другой стороны задают вопросы по поводу регрессивного гипноза у людей бытуют стереотипы что это некая палочка-выручалочка которая может спасти весь мир более того ее связывают с какой-то мистикой и с вариантами духовного развития давайте вот просто отбросим все шаблоны все варианты которые вы видели в интернете в рекламе да и просто разберемся на уровне физиологии и на уровне техник что есть что согласны поехали что такое агрессивный гипноз и вообще бывает ли гипноз другим понимаете гипноза как такова гипноз это измененное состояние сознания измененное состояние сознания у нас бывает только либо в прогрессивном варианте в будущем либо в прошлом в регрессивном варианте моменте здесь и сейчас гипноза нет соответственно когда мы говорим слово гипноз это значит либо прошлое либо будущее да без вариантов и так как все что касается будущего и прошлого это есть только мысль либо образ либо информация которая приходит к человеку в определенном состоянии сознания то мы понимаем вот об этом речь и пойдет мистика развеялась да то есть это есть у каждого человека более того для того чтобы входить в эти состояния не обязательно уложить человека в кресло и говорить ему приказным стоном что он должен спать и после этого его ведут в какие-то каналы межмирия и ведут в прошлое где ему будет очень круто и он что-то увидит понимаете если вы сядете просто сами в медитацию закроете глаза и расслабитесь и вспомните например вас в пятилетнем возрасте то вы будете в регрессивном гипнозе понимаете это способность абсолютно каждого человека поэтому если мистику убрать да то остается то что есть из того что я видела из тех предложений которые есть сегодня на рынке по обучению регрессивному гипнозу техническая база у регрессивного гипноза абсолютно та же абсолютно та же она вырастает из классики и если вы обладаете и знаете определенные речи речевки для формирования индуцирования транса для тестирования человека на гипнабельность и набор каких-то техник по работе гипно состояниях для того для чего это надо для того чтобы вы могли удерживать рапорт со вторым человеком которую вы будете вести когда вы это делаете с собой вам все равно надо за что-то цепляться чтобы не заснуть да то есть когда у вас есть какие-то шаблонные наработки то дальше вам двигаться уже легко так вот дорогие мои вот эту вот основную классическую базу практически никто вот цельно и сжато на рынке давать не хочет потому что грубо говоря человеку выдается сам орешек а как же продать потом с коробки они как и поэтому людям придумываются что это все очень сложно это все очень тяжело это все путешествие в другие миры и это невозможно и тогда вы с удовольствием раскрываете кошелек и оплачивать и оплачиваете все скорлупки все обертки и так далее но это же ваш выбор да вам это надо но если вы хотите заняться регрессивным гипнозом вы можете здесь и сейчас прямо после этого ролика сесть в медитацию расконцентрироваться например пройти взором внутренним по вашим стопам ногам голеням бедрам животу груди кистям лук рук шеи лицу волосам и в какой-то момент вы провалитесь во внутрь себя все глубже и дальше и вот в этих состояниях пока вы сохраняете осознанность вы можете задать себе задачу про путешествовать например куда-то и вы можете путешествовать когда рождается путешествие путешествие рождается когда у человека рождаются образы либо какие-то слуховые вещи информационные так далее о чем это говорит это значит что эта стадия от двойки и глубже по каткову да то есть перекрыт 1 2 3 либо же все каналы восприятия то есть зависимости от глубины погружения у человека перекрывается все больше и больше каналов восприятия и вы тогда видите что вы видите тогда галлюцинацию это ваша галлюцинация насколько это галлюцинация правдива насколько это галлюцинации реально может вам пригодиться в жизни понимаете когда вы уже вошли в себя в глубинное состояние свое внутреннее да то первое что вам и дай выдается информационно это информация из вашего подсознания В вашем подсознании хранится много чего, и зачастую подсознание не знает, как до нас таких активных и включенных в игру достучаться. И тогда оно нам говорит, давай вот сыграем в игру регрессивный гипноз, и ты там посмотришь какие-то вещи, которые можно перепрожить. Зачем перепрожить? Потому что в них остались осознания, и, соответственно, там зацеплена жизненная энергия. И когда вы их перепроживаете, перепросматриваете, вы забираете эту энергию с собой. Вы пополняете свои жизненные ресурсы. Так есть. Поэтому все, что касается вот этих путешествий, это может быть просто глюки, а это может быть, но глюки какие? Они могут, вы просто посмотрели и ничего не сделали. Это не принесло вам пользу, но показало вам подсознание вот этот глюк, и на этом все закончилось. А бывает, когда вы пошли туда, и вы можете с этим работать. Из чего наши глюки строятся, и как же тогда о прошлых жизнях, о генетике и так далее? Смотрите, наше подсознание может выдавать разную информацию. И любые варианты имеют место быть. Все это будет визуальной галлюцинацией. Либо же, я буду говорить информационной, потому что кому-то приходит это в виде слуховой галлюцинации, вкусовой, обоняния, тактильное чувствование. То есть тут разные каналы могут быть задействованы. Но в любом случае это галлюцинация из подсознания человека. О чем она говорит? Первый вариант. Это может быть действительно переход в ваше предыдущее воплощение. Второе. Это может быть переход по генетическим каким-то программам, которые содержатся в вашем ДНК. И переход по генетической линии ваших родственников. Третье. Это может быть просто подключение к энергоинформационному полю, к чужому. Как подключаются те, кто лежат в шестой палате и все наполеоны. И еще один вариант может быть, это когда наше подсознание просто продуцирует какой-то образ, либо картинку для решения наиболее важной с точки его зрения задачи, которая есть в подсознании, которая на данный момент человека может тревожить. Либо же влиять на его физиологическое здоровье, либо влиять на формирование событийного ряда и так далее. Но в любом случае это сигнал из подсознания. И вот следующий этап, понимаете, вот мы дошли и разобрали, что вот до этой стадии может абсолютно, по сути дела, каждый человек и сам. А если его еще ведут, а ведут в каком варианте, если уже вернуться чуть назад, то это все гипнотехники, театр уже есть. А постановка может быть, вас могут вести с бубном и под бубен вы ушли. Вас могут вести в цыганском обличье, вас могут вести в эриксоновском обличье, вас может вести врач, знаете, кто первый халат одел, тот и доктор. Вас может вести такой очень директивный врач, который будет говорить вам, как вам надо себя чувствовать и что в это время у вас должно возникнуть в голове. Но вы же понимаете, что это просто разные варианты исполнения. Можно прикинуться ведьмой и станцевать у костра, и у вас будет такой же регресс и тот же самый процесс в вашей голове, что и при других вариантах исполнения. Так вот, с этим разобрались, да? Более-менее я картинку вам нарисовала, как это просто и вот как на ладони, как это все происходит. Что делать с тем образом, который приходит? Вот это ключевой вопрос. Дело в том, что если вы скажете глюк и это ерунда и выкинете, то вы потратили время зря. Потому что на самом деле наше подсознание нам о чем-то сигналило. Вопрос, каким образом мы это будем отрабатывать? Каким образом мы заберем оттуда очки сознания? Каким образом мы завершим эти ситуации? Каким образом мы заберем энергию? Каким образом это повлияет на наше нынешнее здоровье, отношения, жизнь и так далее? А эти вещи, оказывается, взаимосвязаны. И на сегодняшний день выясняется, что техник, которые могут действительно уходить в прошлое жизни, неважно по генетической линии или вашей жизни, и работать с информацией там, оказывается уже не так много. Глюки ловить, просто просматривать. Все могут, и для этого ничего не надо. Если вам хочется заплатить деньги, сходите, заплатите. Но фактически это может каждый здесь и сейчас в кресле. А вот действительно отработать проблему. И тут оказывается, что есть очень интересное направление в науке. Называется эпигенетика. И тут, оказывается, есть определенные точки, которые запускают определенные моменты в психике человека. И здесь, оказывается, нужны определенные знания для того, чтобы с этим работать. Для чего? Для того, чтобы у вас была техническая база. Чтобы, чтобы. Смотрите, идет взаимосвязанная вещь. Ваше подсознание выдает картинку на уровне инстинкта. Да? Оно связано с инстинктами, с физиологическими реакциями. Это что значит? Это значит, в мозге будет определенная нейронная цепь на какой-то тип реакций. Да? И вот эту нейронную связь ваше подсознание просит разорвать. То есть она не нужна сейчас. Она мешает вам в данной жизни как ограничение, как оково, как обуза. Я говорю простыми словами. Наверное, это звучит не всегда правдоподобно. Но суть я отражаю. Да? Вам надо, грубо говоря, разомкнуть определенную нейронную связь для того, чтобы в дальнейшем выстроить новую. То есть выстроить новую автоматическую или инстинктивную реакцию в той или иной ситуации. И если, например, у вас в роду были стрессовые ситуации, когда люди голодали, людей сжигали на костре или там репрессировали, то в ваших генах будет записана информация. И в определенное, попадая в определенную ситуацию, вы будете реагировать сжатием, поносом или еще чем-то, или еще чем. И для того, чтобы это не происходило, эту реакцию надо разорвать. Потому что хотите вы или не хотите, а она на генетике. Ваше подсознание выдаст образ, где и что делать. А дальше вопрос техник. Что вы будете с этим делать? Как это все делается? Как перепрописывается? И вот тут выясняется, что если взять психотехники, то техник, которые серьезно работают на этом уровне, их немного. А вообще работу на этом уровне, если брать уже более-менее глубинную под основу свою, начал Гроуф в свое время. И у него очень хорошие наработки, все, что касается перинатального периода и далее. Далее эту работу очень хорошо усовершенствовал и перевел в вариант извлечения информации Хеллингер. Великая им респект и уважуха за то, что они вообще вот это все осуществили. Но наша психология современная и эпигенетика, они не стояли на месте. Они, грубо говоря, взяли ту базу, которую эти ребята наработали и ее развили. И на сегодняшний день есть разные психотехники, которые с этим работают. На мой взгляд, наверное, самые эффективные вещи, которые работают вот уже конкретно с этой глубинной проработкой, два направления на рынке вне конкуренции. Это психологическая кинезиология, в частности, концепции единый мозг. Там, где рассматривается наш мозг как триединой. И это же триединство, включая инстинктивные реакции и конкретно разбирая работу рептильной части рептильного мозга, присутствует в РПТ. В других техниках, которые есть, тоже работающие в измененных состояниях сознания, их много. Реинкарнационники, тета-хиллинг. От экстрасенсов американских, которые там были 40 лет назад, я уже фамилии все не помню. Все, что мне предлагали, все, что я проверяла, изучала и смотрела, я более-менее серьезных наработок не нашла. Они все заканчиваются глюками. Когда вы посмотрели, ничего с этим сделать не можете. Вопрос же не в том, чтобы посмотреть. Сядьте и смотрите. Вопрос в том, чтобы изменить, отработать, вывести и так далее. Дело в том, что когда вы действительно отрабатываете, выводите и понимаете, что вы делаете, жизнь меняется феноменально. Почему феноменально? Потому что, как правило, вот эта программа, она существовала не на одном поколении. Если у вас там на уровне метельной метки где-то там прописана эта информация, что вы должны вот так реагировать, ваше тело должно так реагировать, то, изменив эту информацию, вы высвобождаете огромный силовой энергетический ресурс. И этот ресурс достается кому в игру? Вам. Вот это прелесть. И эта прелесть, она действительно стоит многого. Потому что, вскрыв буквально несколько таких вот ресурсов из своего же подсознания, мало того, что вся жизнь твоя меняется полностью, меняется твое реагирование, меняются твои взгляды, меняется твое восприятие, но ты получаешь моментально бонусы от Бога в эту игру. И эти бонусы, ну, реально они того стоят. Вот это уже называется саморазвитием, это называется процессом работы над собой. Но уже к этим состояниям имеет смысл приходить тогда, когда вы отплакали над радикальным прощением, убрали эмоции обиды, убрали всякие манипуляции, вину и так далее. Пришли в равновесное состояние, кое-как выстроили какую-то гармонию своей жизни. И вот с этого момента уже можно гнать на глубину вот эти техники для того, чтобы действительно в глубине себя заниматься своим развитием. Для того, чтобы стать волшебником в своей жизни. Мы же стремимся к Творцу, мы со-творцы, мы всегда рядом с нашим Отцом, Богом. Мы всегда, мы созданы по Его образу и подобию. Нам дано право выбора, которым пользуются реально единицы. А другие просто от программы ума заявляют, что они выбрали, хотя сами не понимают, что они выбирали. Вот как-то так. Я не знаю, насколько я доступно объяснила. Если у вас остались вопросы по этой теме, задавайте. Я постараюсь раскрыть, если надо раскрыть суть каких-то техник, я их тоже раскрою, да? Задавайте, спрашивайте, с удовольствием буду делиться. С вами была я, Наталья Зайцева. До новых встреч!